assalamu alaikum жигетер а самолет не витер и я вот хотел видео урок снять форму фаски называется вот допустим труба толщина 30 миллиметров 30 миллиметров 30 минут вот допустим зазорник 4 миллиметра вот притупление полтора миллиметра полтора миллиметра я сделал вот допустим толщина видите 30 миллиметров видите от от притупления 28 миллиметров вот я сейчас форму фаски запишу вот толщина 30 миллиметров труба минус притупление в это притупление полтора миллиметра равно 28 целых пять десятых миллиметр теперь вот это 28,5 умножаем на тангенс градус какой стандартный 37,5 мировой стандарт 37,5 открываем вот 30 минус полтора миллиметра притупления равно видите 28 свой умножаем на тангенс 37,5 равно 21 и 8 значит от края 21 и 8 вот допустим труба вот 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 так она ровно шла же так да эту вот от края мы 21 и 8 берем это вот ведь я 21 здесь написал отсюда счет тоже 21 и здесь тоже 21 8 ну вот я написал 28 и будет фаска 37,5 вот сейчас это докажем теперь как это доказать 21 целых 21 целых восемьдесятых а там здесь танец через танец а то делить на 28,5 равно ну 37 целых вот смотрим нажимаем нажимаем на жалкий загорелся альт а теперь нажимаем танец видите а там написал теперь пишем 21 целых восемь шесть восемь восемь девятнадцать пятнадцать семьдесят четыре делить на 28 целых пятьдесят 28 целых пятьдесят храма видите вас получилось 37 целых пятьдесят градус вот я проверил вот за еще раз зазорник 4 метра полтора миллиметра притупление градус идет вот отсюда вот сюда идет он вот 37 градусов эти фаску здесь притупление всегда отнимать сразу вот вот так по этой форме например вы не знаете вот у вас такой калькулятор нет например от ангель за можно по-другому решить например смотрите 30 минус притупление полтора равно 28 целых пятьдесят вот это 28 целых пятьдесят умножить на 0,76 равно 21 целых восемьдесят вот форму тоже есть 0,76 откуда число 0,76 взялся сейчас я вам расскажу вот смотрите нажимаем нажимаем просто тангенс сколько раз 37 целых пятьдесят вот равно ведь 0,76 получился вот откуда взялся число 0,76 вот вот короче pipe data открыл я смотрим вот смотрите вот такой вот такой play market скачать вот вот написано видите pipe data pipe data вот я зашел вот смотрим видите фаска раз 37,50 флянец 24 дюйма полтора тысяч класс давление флянец rtg shadow 160 вот смотрим 610 это 24 дюйма диаметр наружный внутренний диаметр 490 видите сейчас я запишу смотрите 610 минус 490 92 равно это shadow какой-то мне это 160 она толстостены фаска раз сколько 37 с половиной 1,6 это притупление 16 отверстие во флянцев теперь я поставлю самый тонкостен я поставлю теперь shadow вот я shadow меняю нежавик поставлю 5s видите тонкостена поставила 5s shadow и здесь смотрим 610 это 24 дюйма диаметр флянцы наружный и теперь здесь внутренний 598 92 сейчас запишу тоже 610 тонкостены 598 92 это shadow 5s а он тот был 160 вот сейчас будем решать вот я записал все данные 24 дюйма внутренний диаметр 490 92 был shadow 160 был сейчас это флянец к лазаре вот смотрим 610 минус 490 92 внутренний диаметр равно его деле теперь пополам чтобы узнать толщину 59 толщина 59 целых 54 сотых 59 с половиной короче точно вот теперь надо вот это надо узнать 5s нежавик который shadow вот 610 диаметр 24 минус внутренний диаметр 508 целых 92 равно ведь 11 целых 08 получился теперь его делим пополам видите пять с половиной миллиметра пять целых пятьдесят четыре десятых это миллиметр пять с половиной миллиметра получился это толщина видите толщина получился вот я записал вот 11 получился а 159 получился точно другой 505 с половиной вот сейчас вот еще раз поймут от откроем смотрите внимательно вот поймут от открыл видите фаска 37 с половиной градусов видите толщина какая-то тонкостенной и 5 на пять с половиной миллиметра толщина просто стены поставил я вот что счет и shadow смотрите видите внутренний какой 490 толщина толщина 59 миллиметров все равно фаска смотрите 37 с половиной градусов фаска градуса не меняется видите стандарт 1 целых шестьдесят к притупления вы даже если не верьте google забейте google там конкретно написано трубу 37,5 градусов фаска стандарт а на металл конструкции там 45 градусов градусов фаска там вот я вот это число вот как треугольник вот это число 21,8 вот это расстояние от края до сюда поделил на вот это расстояние 28 с половиной и ведь 37 с половиной градусов фаска вышла вот вот допустим допустим это толщина 30 до 30 толщина вот отсюда от краю от 21 миллиметра отступайте от отсюда и вот фаска делаете и вот про фаска сейчас рассказать хотел как делать вот если вы боитесь испортить притупление здесь берете так вот так чертите сразу сейчас я начертю вот я начертил уже смотрите теперь чё вот вот так начертили здесь притупление если вы боитесь испортить с края отчертили вот так тоже поиском шаблон начертили и теперь берете маленькую болгарку отрезной диск тонкий ставите вот так пилите вот так вот так пилите 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 но притупление цепляете да и от крайне цеплять аккуратно пилите отрезанными диском пилите 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 Вот так, как сухарики, полностью ржеский круговой. Как сухарики вот так. Но притупление не цепляйте. Вот это притупление не цепляйте, и за это крайние уходим. Здесь до притупления оставляйте где-то миллиметр, и здесь тоже миллиметр. Потом берёте большой диск, отрезной диск. Большую болгарку уже ставите. Желательно 230-ю, большой болгарку. Потом берёте вот отсюда, вот с этой точки начинаете пилить. Вот так пошли, пошли, пошли вверх, пошли, вверх, пошли, пилите, вот так, как сухарька, по чуть-чуть пельт, кусок отлетает, пельт, кусок отлетает. Вот между сухариками расстояние где-то 30 мм, примерно, на глаз делаете. Вот так пельт, пельт, вот досюда доходите, да? Останавливайтесь, отдохните, или другому человеку дайте. Потому что вот отсюда, вот досюда легко испортить, короче. Потому что неудобно так пилить внизу. Кто-то пилил, тот поймёт. Короче, другому человеку даете, он свежий человек, у него рука свежая, и он до конца добил, потом берут, человек меняется, шлифовочный болгаркой вот так уже. Фаску точите, точите, шлифуйте, шлифуйте большой болгаркой. Потом лепестком немножко загладили. Притупление везде одинаково сделали. Здесь градус, всё нормально, всё. И стыкуете потом, а потом, прежде чем стыкать, всегда надо внутреннее смещение смотреть. Обязательно. А так, Жигетер, Семарахмет. Вот я нарисовал, вот вам. Короче, вот, фаска, формула. Это, наверное, легко запомнить. Вот, допустим, здесь вот, от края трубы, вот, высота, 21,5 мм, и здесь притупление забывайте, сразу отнимать. Вот, вот формула. Смотрите, запомните эту формула. Толщина минус притупления равно 28,5 мм. Вот это умножаем на тангенс 37,5 мм. Вот это число получается. Это, короче, от края трубы, 21, видите, получился, и 8. Вот он, от края получился. А так, Жигетер, Семарахмет, я вам, он ещё доказал, вот, видите, вот это, через атангенс, когда делил, видите, 37,5 мм, градус вышел. Ещё Пайпи, давайте вам показал, что любая толщина, градус неизменна. Если не верьте, в гугл просто забейте, там вам покажет. Откуда 37,5 градуса взяли, это инженеры, короче, придумали. Короче, они 30 градусов сначала смотрели, на излом ломали, ломали, он слабый оказался. 45, побольше градус делали, делали, тоже слабый оказался. 45 градус делали, делали, он тоже слабый. Потом потихоньку, потихоньку, и именно оптимальный градус подобрали, и именно 37,5 градуса подобрали. Он более, давление крепче выдерживает, потому что, потому что здесь сварка, как конкретно как раз будет, здесь с двух сторон заливаться. Она стык мощнее будет. А когда слишком много там положено, там, например, 40 градусов, она слабой фаской будет, а стык слабый будет. Или градус маленький тоже, тоже слабый будет. А так, рахмет, джигитерсе.